Всем привет! Осень, время цветения, в том числе и таких котлей, как валькерианы. Очень люблю данный вид котлей. Люблю за крупный цветок, то есть относительно крупный цветок бывает и до 12-13 сантиметров в размахе. И за относительно компактный размер. Вот это вот валькериана у меня 7 альба, я ее уже показывала. Вот здесь вот валькериана рубра. Ай, не вижу, сфокусировалась или нет. То есть они достаточно разные бывают по своему размеру. Но особенность данного вида котлей в том, что у них цветонос идет от резомы. Видите, вот это вот. Это сам цветонос и он идет от резомы. Но они также могут цвести и с верхушки бульбы. То есть у них два вида цветоноса. Вот этот цветонос, он потом будет являться частью резомы. От него пойдет новая ростовая почка. И так они и развиваются. То есть это вот, я считаю, достаточно крупная валькериана. Смотрите, у нее какие бульбы плюс лист. Ну, наверное, она сантиметров 20, я думаю, все-таки достигнет. А есть валькерианы, у которых бульбы, смотрите, бочонками. Единственное, что вот эта вот валькериана двулистная. Сама по себе валькериана должна быть однолистная. Вот эта вот двулистность, она вызывает сомнение в том, кто в ней замешан. Вот, то есть сама валькериана это однолистная растение, двулистная, но билиор. То есть тоже у меня есть но билиор. Они должны цвести в идеале своем весной. Мои валькерианы, они цветут как весной, так и осенью, за которым взрослые растения. Вот это вот еще одна валькериана цветущая. Смотрите, вот цветонос. Видите, как развивается. Идет от резона. Вот такой вот. Но это будет цветонос. Смотрите, он облиственный. Вот идет листочек. Я думаю, все-таки он превратится потом в небольшую бульбочку. Как вот этот вот. Тоже, видите, цветет с верхушки. Вот этот вот. Вот еще одна валькериана эта цироэла. Тоже, видите, цветет с верхушки. Там вот мои кошаки, которые мешают, хулиганят. Вот. Ну вот это валькериан. Смотрите, размер совсем, видите, какой. То есть бульбы сантиметра 3,5, максимум 4 у нее достигают. Бульбы бочонками, однористные, как положено. Вот это валькериане у меня уже лир 14-15. Или даже больше. Надо посмотреть. Вот это вот гибрид цироэлы на альбу. Гибрид цироэлы на альбу всегда дает розовый цвет. Так что учитывайте, если будете покупать. То есть вот такая вот. Да, не круглая, но мне нравится. Всегда цветущая, стабильно, 2 раза в год. Вот это вот у меня блок валькериан. Сейчас немножко пятнистый получается из-за солнышка. Но солнышка у нас давно не было. Вот еще, смотрите, цветет валькериана альба. То есть вот такая вот альба, круглая. У нее форма цветка фактически. Цветок восковый круглый. Валькерианы очень ароматные, очень ароматные. Но вот у этой альбовы уже, не знаю сейчас видно или нет, тоже она достаточно крупная по размерам девушка. То есть, ну, сантиметров 18 вместе с свистом она будет. То есть чем более мелкорослики обычно, с гульбами, бочонками, тем они будут подороже. Ну и круглые цветки. Валькериан сейчас тоже больше в моде, но и, соответственно, дороже стоят. Вот такие вот они. То есть живут они у меня, смотрите, под потолком. Вот сейчас солнышко, юг. То есть попадает солнце на них совсем чуть-чуть. Ну и потому что зимой. Летом на них солнце будет выше, и летом на них солнце попадать совсем не будет. То есть живут они вот под прожекторами. То есть по мне, так главное, валькериан не заливать. То есть, смотрите, все валькерианы живут у меня на блоке. Вон, смотрите, вообще корни пошли на потолок. Вот такие вот они. Ну, достаточно. Тоже будет рослая. Это валькериана пинг. Из Таиланда получена. Но у нее очень крупные цветы, самые крупные цветы. Из моих валькериан, это именно у этой валькерианы. Сейчас она пока, скорее всего, вот ее вон там не видно в темноте. Вот, видите, вот это вот, скорее всего, будет цветонос все-таки. Так что она чуть припозднилась. На этом, наверное, все. То есть поливаю стандартно со всеми. Никаких я им не устраиваю зимовок, просушек. То есть полив стандартный. Главное отсутствие застоя влаги в корнях. То есть поэтому они у меня все на блоках, даже в корзине. У меня жили валькерианы и в корзинах, и в горшках. Но это все-таки комфортнее всего. Они себя чувствуют именно на блоках. Ну, смотрите, вот этот блок у меня триферновый. Он достаточно влагоемкий. То есть мох на нем жирует. Но валькерианы они достаточно аккуратно. То есть пускают корни и поверху, и блок, ну, резома наверху. Резому мы бережем. Вот такие вот девочки. Ну, и, конечно, тут много раз показывала своих осенних. Динард, Максима Альба. Новый цветонос распустила. Цветет она, мне кажется, уже не прекращая. Ну, скоро уже год будет. То есть вот что значит резома разросшая. Ну, это все больше взрослые растения. Цветет, цветет, цветет и цветет. Но, к сожалению, не револьверное цветение. То есть не с копом, шапкой. То есть Макс, он одновременно цветение, цветоноса три у нее было. Вот там лабиаты. И джемани. Вот они все. Я их уже много-много раз показывала. Всем пока. До скорой встречи.